Друзья, сейчас загружается наш прямой эфир, и сегодня у нас будет чудесная, волшебная встреча, как она, в принципе, всегда и бывает, с Хасаем Алиевым, который поделится с нами своим жизненным опытом, поделится своими секретными практиками о том, как быть счастливее, включать свою творческую энергию. Я бы много спросил. Приветствую, дорогой Алан. Алан, рад тебя видеть, рад видеть твоих друзей, потому что я знаю, что ты мне здорово помог, и ко мне от тебя перешли несколько человек, выдающихся совершенно, такие интересные, такие творческие, поэтому я тебе сердечно благодарен. Друзья, подписывайтесь на страницы Хасая, он вас много чему полезного может научить, много делает всяких обучающих видео, делится опытом бесценным на самом деле. Так что ссылка, ну, в описании будет ссылка на странице Хасая. Есть YouTube-канал, Telegram-канал, да? Да, в Telegram-канале сейчас интересные вещи происходят. Там у нас как по странице есть такой чат, и есть в Telegram-канале еще у нас чат такой комплексный, который вмещает много разных других у нас, и беседы с интересными людьми, и приемы там. Ну, очень много там в Telegram интересного. Ну, я сам, как говорится, человек творческий, и поэтому я понял, когда мне сделали операцию на шее, когда я стал человек, как говорится, с ограниченными возможностями, я понял, что мне дает смысл в жизни. Ну, конечно, дети, о которых мы поговорим, как сделать их счастливыми, и, конечно, это творчество. Есть люди, которые просто инвалиды, но они инвалиды и инвалиды. А я возбуждаю у них мотивацию, чтобы они занимались творчеством, и они становятся со смыслом жизни, и они становятся более здоровыми. Вот это очень интересная тема, которую ты сегодня затронул. Поэтому я готов. А как вообще, пока еще не к теме, а вообще, чтобы вы инвалидам пожелали, у меня тоже есть пара знакомых, которые ходить не могут, и вот тяжелых, двигаться не могут. Как включить этот потенциал? Я 7 лет не выхожу из комнаты. Я первый человек, который вышел на карантин, как говорится, еще когда не было никаких карантинов. Но я в замкнутом пространстве, и я поэтому очень хорошо понимаю, что это такое. Я стал помогать людям, чтобы они, вопреки всем обстоятельствам, открывали свой творческий потенциал и стали счастливыми, вопреки всей обстановке. И самое интересное, что оказывается, по моим наблюдениям и анализу, что многие люди страдают неврозами, фобическими синдромами и прочее, потому что они гасят в себе творческий потенциал. Вот в этом все дело. Потому что человек по природе – творец. И если он не делает то, что ему природа подсказывает, ну, это бывает по разным причинам. Например, кто-то говорит, да какой в этом смысл, кому это нужно, или еще чего-то. И он не делает этого, и потом он начинает становиться невротиком, или пьяницей, или наркоманом каким-то, потому что у него не происходит реализация его потенциала. Это очень важный момент. А я у них бужу этот потенциал, и несмотря на то, что я не выхожу из комнаты пять лет, я живу со смыслом, я счастливый человек, я всем помогаю, я делюсь опытом, сегодня тоже могу. А вы вот не выходите, потому что не можете, да, у вас? Я оперирована, я на гололёде упал 10 лет назад. У меня 7,5 часов была операция. После этого я не могу ходить так, выйти не могу никуда и так далее. Ну, по комнате передвигаюсь, рисую, гостей принимаю. И всех обучаю. В интернете у нас же школа чек-будущего хомофутурства. У вас такой скит получается, современный скит такой, да? Да, да, да. Получился такой полудобровольный, полунедобровольный. Так что вот я хочу сказать, если люди начинают открывать свои творческие возможности, заниматься любимым делом, и если бы каждый человек занимался своим делом, войн бы на свете не было. А что мешает? Ну, как что? Во-первых, недосыпание. Люди не досыпают, у них напряжение растет. Во-вторых, мешает воспитание неправильное. Школа с недостатками. У нас была лучшая школа в Союзе. Ну, мы формировались под таким неким директивным обучением с выработкой шаблонов, шаблонного мышления. И вот сейчас неопределенность возникла, и все растерялись. А когда человек в неопределенности, появляется кто-то с более такой уверенной интонацией, который даже не знает, что он говорит, но если он будет говорить уверенно, у всех инстинкт, подражание срабатывает, и все начинают тянуться за ним, думают. Раз он уверен, значит, знает, о чем он говорит. А на самом деле, он может и не знать, о чем он говорит. Просто дурак какой-то. А это инстинктивные реакции. Поэтому я людям объясняю, какие базовые инстинктивные реакции у человека есть. Как их осознать и как их использовать. Например, страх использовать или боль использовать в собственных интересах. Как страх использовать? Хорошо. У многих людей сейчас панические атаки, страх. А как его можно использовать в своих интересах? Ну, во-первых, надо научиться, а этому я как раз и обучаю, выходить на нулевое состояние. Нулевое состояние – это то, что Будда назвал в свое время нирваной. Нулевое состояние – это состояние глубокой душевной безмятежности. И остановки мыслей, соответственно, да? Да-да-да. И прекращение внутреннего диалога. Там такая пустота, такое состояние безмятежности. Даже если ты думаешь о чем-то, в этот момент ничего внутри не трогает. Ну, и в этот момент можно помечтать о том, что ты при встрече со страхом, ну, например, перед экзаменами, перед свиданием, перед выступлением, перед какой-то важной ситуацией в жизни, если ты столкнешься, то у тебя включится, и вот ты в этом состоянии нуля. Если помечтаешь, что ты хочешь, чтобы у тебя включилось, то там очень быстро формируется новая доминанта. Трансформация личности происходит. То есть я теперь всякий раз у меня, например, или чашка упала, или краска пролилась, и мне теперь надо наклониться там и там пол мыть, вытирать, а мне тяжело же, да? И в этот момент, в этот момент перенапряжения я вспоминаю, а что же я хочу еще после этого сделать несколько задач, которые у меня в голове, я их сразу вспоминаю осознанно, специально, заранее, запланировав на такие случаи. И в этот момент, когда у меня что-то происходит неожиданное, неприятность какая-то, или страх, что у меня что-то не полосит. В этот момент эти задачи вспоминаю, и туда вся моя энергия перенаправляется на их решение, как в Айкидо. То есть вы, получается, энергия ваша идет не на страх, агрессию или раздражение, а вы сразу направляете на решение своей задачи, которую у вас заранее записаны в голове. Да, это стресс трамплин. Это мощнейший потенциал для того, чтобы использовать даже страх себе на пользу. Я себе на пользу, вот когда у меня страшно становится, я сразу вспоминаю, что же мне надо еще сделать. Сразу там картину вспоминаю или встречу с тобой сегодня. Вот у нас с тобой важная встреча, я ее ждал целую неделю. У нас же с Аланом встреча, и у меня сразу энергия туда пошла, я начал думать, прорабатывать, о чем будем говорить, к чем мы будем полезными для всех людей. Даже этот алгоритм очень полезная вещь, научиться вот такую привычку обрести, да, и осознавать момент выплеска эмоций из-за страха, из-за просто агрессии, вообще любого, да, выплеска эмоций, перенаправлять выплеска эмоций на свое намерение какое-то, на свою какую-то цель, задачу. Но ты это делаешь по своей природе, ты талантливый в этом отношении, но когда ты хочешь кому-то объяснить, как это делать, тогда нужен метод, о котором я говорю. Даже своему собственному ребенку человек хочет объяснить, а языка объяснения нет. Вот этот метод, о котором я говорю, это как раз тот способ передачи этого опыта. А у тебя он от природы развит, а у другого не совсем развит. Вот его можем научить. А какие еще такие полезные навыки вы обучаете? Снимать, наверное, мышечные зажимы. Станиславский тоже это научил. Он актеров всех учил. Видимо, у Станиславского великого это была проблема. И поэтому он это глубоко понимал этот метод, свой метод Станиславского, который он создал. И там он часто говорит, актерам о том, как снимать нервно-мышечные зажимы. Но в то время не было ключа, и в то время были упражнения йоги, и он занимался упражнениями йоги. Станиславский. Друзья мои, что такое нервно-мышечные зажимы, как я понимаю? Если, например, я сейчас скажу вам, возьмите, прочитайте стихотворение где-нибудь на площади, громко, и у вас сразу зажим случится. Страх, понимаете, как вас оценят? Вообще считается, что страх публичных выступлений стоит на втором месте после страха смерти. То есть, вот что такое нервно-мышечные зажимы. Это, например, страх публичных выступлений, правильно? Ну, актеры публично выступают. То есть, то это имеется в виду. Поэтому они, раньше было понятие 50 грамм для храбрости. Поэтому они выпивали перед выступлением. А мы перед выступлением, я обучаю, чтобы люди сняли нервно-мышечные зажимы теми действиями, теми действиями, которые им в голову приходят. Например, ну, к примеру, вот ко мне пришел человек и говорит, у меня через неделю я петь должен там, на важном концерте или в опере, петь должен. А я нервничаю. Я вот неделю там проболел чем-то. Я сейчас не готов, я нервничаю. Я говорю, ну, встань, пожалуйста. Он встал. Представь себе, что ты перед залом и сейчас будешь петь. И он в этот момент инстинктивно раз кулак сжимает. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, кулак сжал. А почему сжал? Он говорит, не знаю почему. Напрягся, мобилизовался, наверное. Я говорю, поэтому у тебя неделя до выступления. Каждый вечер в удобное время становись, представляй, что ты будешь выступать и сам сознательно сжимай кулак. То есть, по существу, мы превращаем, трансформируем инстинктивную защитную реакцию в осознанное упражнение. Он говорит, что это я буду каждый день кулак сжимать? Я говорю, ну, посмотрим, что получится. Он пошел на концерт, хорошо выступил. То есть, этим упражнением, получается, это напряжение в голове, это электричество, да, сбрасывал через вот такое движение, которое сам же не нашел. Да, дело в том, что он это напряжение, которое было, которое было, доводил до пика, а после того, как до пика доведешь напряжение, оно сбрасывается. У каждого свой способ доведения до пика. Инстинктивно, например, когда человек не в форме, у кого-то щека дергается, у кого-то вот так кики происходят, у кого-то там еще какие-то. Это ведь по существу что такое? Повторяемые движения, которые снимают напряжение. Если он так сделает осознанно, как упражнение усилением, несколько раз будет делать сильнее, не бороться с этим естественным механизмом защиты, а усиливать его, как упражнение, то потом сядет, и ему так легко становится. Поэтому на школе этому не учили. Нам не объясняли, что организм, хочешь ты или не хочешь, инстинктивно выдает защитную реакцию. А ты ее, не зная об этом, блокируешь, и у тебя напряжение еще больше растет. А ты ее выполни в виде упражнения несколько раз, и она у тебя напряжение лишнее снимется. То есть таким же образом, друзья мои, подытожим, вот снимаются мышечные зажимы по этой простой технологии страхи, тогда еще третий уже, знаете, Бог Троицы любит, а как он нам поступает с внутренним диалогом? Очень людей одолевает от болтовня в голове. Да, я сейчас скажу. Вот этот внутренний диалог, это как, например, и работа сердца, ритм сердца, как, например, и давление у человека, которое поддерживает его состояние. А когда оно выше, чем нужно, оно превращается в этот внутренний, вот наши мысли, они всегда текут. Но когда наше напряжение больше, оно превращается во внутренний диалог. То есть то, что высший констант гомеостаза начинает нами восприниматься, и это, человек пытается с этим бороться, чтобы с этим бороться, он пытается это волевым образом сделать. Внутренний диалог, он пытается успокоить. Задавить силу и волю, да, задавить, задавить, задавить еще больше напряжения, правильно? Конечно, он делает дополнительную работу, больше тратит сил, поэтому мало живет. Если он будет, если хочет жить долго, он должен осознанно подходить к конститивным реакциям. Например, когда у него повышается напряжение, он начинает мыслить и этот внутренний диалог, чтобы снять, надо в этот момент напрячься несколько раз, напрячься несколько раз, втянуть голову в шею, голову в шею, голову в шею, потом сел, и у тебя и пустота в голове, и диалога никакого нет. И бороться ни с чем не надо. Поэтому знание это сила. Поэтому мы обучаем людей в нашей школе Человек Божищего использовать собственные инстинктивные реакции себе на пользу. Вот так вот. Вообще сегодня Каса предложил тему очень интересную нашей беседой, сейчас я ее просто озвучу, о нелюбимых детях, которые родились не от любимых мужчин, и что с ними происходит в жизни, почему так получается. Вот в чем актуальность этой темы? Почему вот вы решили ее поднять сегодня? Дорогой Алан, у меня получилось такое, что я сделал маленькое видео о том, что много есть детей, которые жалуются на то, что мама их не любит. я потом выяснял в чем там причина, оказалось, что большинство из этих мам были замужем за нелюбимыми мужчинами, под давлением родителей женились, или там по традициям каким-то вышли замуж, но не за того, кого любили. И вот она родила ребеночка, и у нее к этому ребенку смешанное чувство, с одной стороны это ее собственное дитя, которое она бесконечно любит, а с другой стороны от нелюбимого мужчины. То есть не то, что она хотела, не то, что она бы хотела. Мечтала о чем, да? Да, мечтала о чем. И вот это противоречие, и очень много детей, они находятся в этом состоянии, когда понять не могут, почему мама с ним так холодна, почему он не приголубит его, почему не приласкает, почему больше ругает за проступки какие-то, а не хвалит за хорошие поступки. Почему, вот многие мне так пишут, почему так. Я стал выяснять с точки зрения науки, почему это происходит. Оказывается, это дети, рожденные мамами, которые вышли замуж за нелюбимых мужчин. Вот мы сейчас с тобой на эту тему рассуждаем, и у нас появится очень много комментов, в связи с этим. Еще, еще напишут, да, теперь я поняла, почему ко мне мама так относилась, почему и так далее. Я им объясняю, что, во-первых, сами эти мамы несчастные, дети несчастные, мамы несчастные, и вот как быть. Одна женщина мне написала, я свою маму простила, я свою маму простила в душе, я молилась Богу, я простила маму, и у нас отношения наладились. То есть, по существу, там же двухстороннее движение, двухсторонние конфликты, обиды там с одной стороны, с другой стороны, мать не может понять, почему ребенок ее не слушается и так далее. Но это целая история. Поэтому я предлагаю один универсальный метод, который Будда предложил, который есть во всех религиях. Там же говорят любовь к ближнему, любовь к ближнему. Но что значит любовь к ближнему? Надо же освободиться от этих обид, от этих каких-то неурядиц в голове, от этих раздражений. Поэтому я предлагаю тот же метод, что и Будда предлагал, но более доступным способом сегодня. Путь у Будды к нирване это медитация. Я предлагаю современную медитацию. Я предлагаю человеку на пять минут закрыть дверь, чтобы никто не слышал, не видел. Выговариваться, все свои обиды выговариваться, ходить по комнате или сидеть и хочешь плакать, плакать, хочешь зевать, зевай, делать все, что ты хочешь. Пять минут в день. Это будет динамическое, современное, суперсовременное. Этого нигде, ни в каких мире нет. Делай однажды, пять минут в день, регулярно, то, что ты хочешь. Потому что нас всегда учат делать то, что нужно делать, а не то, что ты хочешь. И вот этот весь конфликт у человека накапливается как высокое напряжение. И человек иногда, как говорится, мозг взрывается. Поэтому позволь себе один раз в день за закрытыми дверями делать все, что ты хочешь, выговариваться, выплакиваться. Хочешь, в дневнике пиши себе, как раньше писали автописьмом. Хочешь, там, бармочи себе, хочешь, пой, хочешь, улыбайся, хочешь, танцуй. Что ты хочешь, как ребенок маленький, делай то, что ты хочешь, а не только то, что надо делать. Это разгрузка. Вот эта медитация современная, это разгрузка. Так это и заменяет и 50 грамм для снятия нервномышленных зажимов, и бутылку заменяет, потому что бутылку человек пьет для того, чтобы дать мозгу перезагрузиться. А здесь ты делаешь это подбором действий, которые синхронны твоему состоянию в моменте, делаешь то, что тебе хочется делать, хочется ногой топать, топай, хочется стучать по столу, стучи, хочется надавать начальнику по морде, колоти воздух, ты можешь имитировать любые действия, хочешь на лодке плавать, а лодки нет, делай вид, что ты плаваешь на лодке, делай эти движения, то есть надо подбирать из физкультурных движений или те в жизни, которые ты хочешь сделать действия, но не мог себе позволить закрытыми дверями, чтобы тебя в психиатрию не отвезли, а то уже люди не поймут, что ты делаешь. А на самом деле это называется синхрон гимнастика, то есть действия синхронные текущему состоянию в моменте. То есть нужно научиться слушать свое тело, как оно хочет действия делать, и вот делать их просто, да? Это так чудесно, как люди после этого выздоравливают. Как научиться себя слышать? Многие себя не слышат просто, понимаете? Настолько зажаты, как вы говорите. Как эти зажимы базовые, первичные снять? А тогда у нас есть пять приемов для примера. Они у меня в Матвееву Анатолию Петровичу в уроках физкультуры 10-11 класс. Пять приемов, пять упражнений для примера, которые люди инстинктивно чаще всего делают во всем мире. Они не знают, зачем они это делают, но они это делают инстинктивно. Вот я их пять приемов там расписал в этом учебнике. Остальные, которые при этом в голову приходят. Ну, например, я спрашиваю, вот человек ко мне пришел, он пьяница, он хочет выйти из запоев. Я ему говорю, что ты любил в детстве больше всего на свете? Он говорит, я ничего не помню, у меня сейчас вот такая голова, я с ума схожу, я хочу бросить пить, но не могу пить, я не знаю, что делать и так далее. Я говорю, хорошо, давай мы сначала с тобой снимем нервномышленные зажимы. Сделай несколько раз вот так, голову в плечи, голову в плечи, потом потри руками. Как рабочий перед станком, вот перед тем, как что-то делать, он же вот так руки тер, готовился к чему-то, о, вот сейчас начну там работать. Он же так делает. Вот эти все действия, они же из природы взяты. Люди же их не придумали, это инстинктивно люди совершают такие действия. Потом сними зажимы, говорю, вот так сними зажимы, подложи руку под руку и там воротниковую зону, это зона захайнагеда, туда все органы рефлексами выходят. Сними вот это, сними вот это. Потом понажимай 10 пальчиков, вот так, доведи до пика напряжения. Здесь нажимаешь на пальцы, узелки на память, я называю это упражнение, доводишь до пика это напряжение, после этого легче становится. И он начал это делать, я говорю, да, мне легче стало, голова прояснилась, как будто 50 грамм выпил. А теперь говорю, я такой, гомеопатический алкогольт придумал. Я вспомнил, что скорая помощь под язык дает таблетки, потому что под языком усваиваемость 400 раз больше и быстрее, чем обычно. И поэтому я ему говорю, возьми палец, окуни в стакан с водкой и обмажь под языком. И подожди 15 минут, через 15 минут позвони мне. Он мне позвонил, говорит, отпустил, говорит. Оказывается, 15 миллилитров алкоголя хватает вполне для того, чтобы бросить пить. 15 капель алкоголя под язык, я это назвал, гомеопатический алкоголь. А можно и без этого, потому что, когда человек делает вот эти синхронные своему состоянию действия, эти упражнения, синхрогимнастики, у него алкоголь вырабатывается внутри. Алкоголь химический, это же заменитель энтерфинов. Итак, синхрогимнастика, это заменитель алкоголя. Вот так вот, и наркотиков всех. Самый полезный наркотик, это творчество, да? Да, вот именно. Вот вопросы тут, я можно зачитать, да, да вам? Давай. Александр спрашивает, можно ли гипнотизировать цыган и наставлять их на честный путь? Ты просто написал, что вы специалист по гипнозу. Вообще, как вы к цыганскому гипнозу относитесь? Там несколько мифов, а сколько там реального? Нет, там много реального. А что тут такого? А почему вообще построен гипноз? В чем его, как он работает? Это бытовая психология, ну, характерология. Ну, они очень хорошо чувствуют, что человек думает, имеется в виду, не телепатически чувствует, а по своему опыту, по своей интуиции. Идешь по улице, идешь по улице, например, подходит цыганка и говорит, парень, дай закурить. Ну, ты думаешь, ну, что, куда деваться, ну, женщина, ну, дал я ей, говорит, что ты куришь вообще? Она тут же в этот момент говорит, что ты руку так держишь, что дай я тебе погадаю. Хочешь, я тебе скажу? А ты да отступить от меня. Да, я тебе скажу, слушай, ты когда женишься, у тебя будет, и ты уже раз в уши настроил, чего будет? Она тебя уже зацепила. Простейшими вот этими действиями. В НЛП это называется адаптироваться к ситуации, или там, ну, там много разных названий. По существу создать контакт. Это вот как раз таки цыгане очень умеют это делать. Ничего тут такого обычного нету. Любого человека можно научить, как цыганку он должен быть. Ну, вот эти вот мифы про гипнологов, там, про Мессинга, например, да, что он мог зайти там в Кремль там без пропуска, да? Причем там, знаете, да, эту историю? Я знаю, но там это мифы. Это мифы? Ну, конечно. Дело в том, что Мессинга, Мессинг был артист, артист, актер оригинального жанра. Никакой телепатии у него не было, потому что его ученик Бендиткис, мы с ним встречались и обсуждали. Мессинг, он был прекрасный, великолепный интуитивист и на микроуровне сигналов, на видеомоторных реакциях, мог отгадывать, о чем человек думает, куда он что спрятал и так далее. Это же артисты оригинального жанра. Поэтому Мессинга много раз приглашали, чтобы он обучал разведчиков. Но Мессинг все время отказывался, никто не мог понять, почему он отказывался. На самом деле он отказывался не из каких-то идеологических соображений, а просто чему мог артист научить, какого разведчика. Ну, разведчики тоже все немного артисты, там же надо тоже, они же заканчивают даже два курса, я знаю, там два-три курса актерских вузов специально, которые особенно на нелегальной разведке работают. Ну, они пускают чего угодно. Если вопрос о Мессинге, то я как раз говорю о Мессинге, что он не владел тем, чтобы заходить... Так что, а пределы гипноза? Что это такое? Что гипнолог может, а что мифы больше? Можно под гипнозом или самогипнозу, чем, собственно, ключ, это самогипноз управляемый, когда я сам собой управляю. А гипноз, когда кто-то мной управляет и моими действиями. Шульц в 30-х годах создал аутогенную тренировку, чтобы человек мог управлять собой сам без всякой помощи и зависимости от гипнотизера. И он придумал аутогенную тренировку. Ну, там надо было несколько месяцев под влиянием гипнотизера, гетеротренинг называемый, а потом человек научался сам. И там есть поза кучера. То есть человек сидит вот так вот и расслабляется. Как будто он едет, там кучер вот когда едет и покачивается слегка в полудреме. Вот эта поза, почему он ее взял? А у нас эта поза тоже называется волна. То есть человек сидит вот так, раскачивается и расслабляется. Потому что сама поза, она приводит к расслаблению. Особенно при покачивании. Если найдешь ритм, который тебе максимально подходит, то есть комфортный, то ты замечаешь, что у тебя снижается напряжение, тебе не хочется останавливаться. И ты погружаешься в состояние безмятежности. Такое состояние безмятежности у Будды называлось нервальный, а у Шольца называлось релаксацией. Психическая релаксация. Это одно и то же состояние в разное время разными людьми называется по-разному. Одно и то же состояние. И во всех методах мира, какие бы они ни были, одни и те же механизмы. Там есть напряжение, там есть расслабление, там есть ритм, темп. Вот если ты в ритм какого-то действия попал, например, в беге, ты попал в ритм бега, дальше ты бежишь на автомате. У тебя голова проясняется и называется второе дыхание. Если ты в ритм не попал, напряжение у тебя растет. До пика. Потом ты его преодолеваешь и потом ты бежишь как второе дыхание. То есть это все одни и те же механизмы мозга работают. Просто люди называют это по-разному, в разных методах называется по-разному. Вот это нирвана в разных методах, там магических каких-то оккультных, великое ничто. Пустота. Пустота, встреча с бесконечностью, встреча с ноосферой. Тут там много разных названий. Я не слишком много говорю, нет? Может быть надо на вопрос. Нет, наоборот интересно. Вот тут вопрос. Прошу. Хотел картину показать. Я просто параллельно вопросы читаю, знаете. Поэтому немножко внимания отвлекаются. Красивый и чудесный букет какой, весенний. Да, хочу. Мы рисуем в коллективном разуме. У нас есть такой формат. Прям древо жизни такое. Участники вот берут мне и советы дают. Я вот говорю, вот я картину делаю, да? Напишите в комментах, я говорю, что не хватает, что добавить, что убавить. И они там мне советы дают, и мы вместе создаем произведение. Мы доводим до шедевров. Таким образом мы тренируемся в сотрудничество. Потому что конкурировать легче всего. Мир потому к войнам приводит, что все пытаются, во-первых, не своим делом занимается каждый. У него напряжение растет, агрессия растет при напряжении, раздражительность растет, чувство собственной исключительности, что Бог, мол, никому не просит, а тебя только простит. Да Бог никому ничего не просит, это законы природы. И поэтому вопросы я всех обучаю, чтобы они все-таки творческий потенциал свой открывали. Одна женщина говорит, я так любила в детстве там вязать там что-то, рисовать там что-то. Я говорю, а что ты этого не делаешь? Она говорит, ну а что я сейчас такая уже больная, старая, кому мне вязать там и никому вязать? Да вяжите, бери, делай вот эти движения. Она начинает делать как упражнение. Потом сидит и говорит, ой, голова успокоилась. И говорит, а что все так не делать? Я говорю, потому что вам подходит вот это действие, а другому человеку другое. А когда вот психологи начинают всем одни и те же действия рекомендовать, получается воспитание шаблонов мышления. А мы в нашей школе учим человека быть сообразительным, самому подбирать себе действия, которые ему подходят. Вот так вот, друзья мои. Поэтому это процесс творческий. Поэтому ключ называется метод. Можете книжку купить. Очень интересно, у меня тоже есть. Вот Наталья вас спрашивает, как заснуть, если стресс? Вообще сейчас я много таких что-то в последнее время встречаю историй, когда человек спать не может. Для меня это вообще загадочная история. Я проснуться не могу порой, а то люди сейчас спать не могут. Ну хорошо. Я же вам скажу. Знаете, это у многих вопрос такой. Дело в том, что вот если все запомнят то, что я сейчас скажу. Первое. Надо знать простые вещи. Первое. Значит, записывайте, пожалуйста, две недели четыре фактора погоды. Это базовые вещи. Например, атмосферное давление. Второе. Температура. Третье. Геомагнитная обстановка. Ну это вот эти бури магнитные, не магнитные там. И четвертый фактор. Это ветер и осадки. Ну снег пошел, дождь пошел и так далее. Четыре фактора. Две недели. Записывайте. Там набирать в интернете город, в котором вы живете, и погоду, и записывать эти факторы. В течение двух недель вы начнете ориентироваться на что у вас реакция. Людей, которые на погоду не реагируют, таких людей не существует. Даже животные реагируют. Вот завтра землетрясение, а животные сегодня уже зарываются в ноги. Потому что этот механизм у них выработан миллионами лет, и у людей выработана реакция на изменение атмосферного давления или геомагнитной обстановки. Нас просто этому в школе не учили. Это первое. Второе. Когда вы чувствуете себя плохо, разминайте шейный отдел. Разминайте воротниковую зону, как я показал. Вот руку на руку, чтобы кисть была свободна. Так, да. Вот кисть свободная. И спокойно разминайте. Можно взять махровое полотенце, положить между рукой и шеей, и через махровое полотенце разминать. Это зона Захарина Геда. Захарина Геда. Захарин и Гед. Это два ученых. Захарин и Гед. Это зона Захарина Геда. Работа всех внутренних органов здесь отражается. И поэтому, когда человек здесь разминает, а особенно те точки, которые найдет, болезненными, он заметит, что через 2-3 дня у него и голова легче поворачивается и в ту сторону, и в другую, и не жмет нигде, и туалет лучше, и голова с ней соображает, и сон улучшается. И опять же я повторю, вот это вот делайте, потому что мы доводим, да, вокруг ногтя, мы сжимаем, там больно немножко. Вот это 10 болей, 10 импульсов, и спазмы сосудов мозга снимаются, и мозг улучшает кровообращение, венозный отток налаживается, голова проясняется, и сон лучше ночью. И ключевое дыхание. Одна минута. Думая, о чем думаешь, и одновременно, параллельно, прислушиваясь, вдох теплее у тебя, или выдох. Одна минута, все. Это лучшая техника дыхания в мире сегодня. Там не надо думать специально столько-то секунд или минут, считать паузы, ничего не нужно. Делаешь, что делаешь. Например, ходишь, или лежишь, или сидишь, неважно, или бежишь, неважно. Одну минуту, думая, о чем думается, и прислушиваясь, параллельно, вдох теплее у тебя, или выдох. Почему этот механизм работает? Потому что, когда ты прислушиваешься к теплу, вдох теплее у тебя, или выдох, а тепло у нас в мозге, ассоциировано с расслаблением, а комфорт ассоциирован с безмятежностью, безмятежность ассоциирована с безопасностью, безопасность ассоциирована с надежностью. Таким образом, одну минуту только ищешь тепло у тебя, или нет тепло, ты невольно при этом затаиваешь дыхание, когда прислушиваешься. А когда ты прислушиваешься, затаиваем дыхание тепло, к теплу, хочешь ты или не хочешь, у тебя через минуту наступит расслабление. Пусть попробуют. И заснуть лучше. Отлично. И вот Наталья тоже спрашивает, как согреться с помощью дыхания? Насколько это вообще возможно? На Востоке есть такая практика йога тумо, когда дыханием каким-то определенным разогревают температуру тела в верхних частях легкого. Вы не слышали ничего такого? Я хочу, чтобы каждый вопрос был понятен. Что она имеет в виду конкретно? Как согреться с помощью дыхания? Возможно с помощью дыхания согреться? Для чего это нужно? Согревайтесь с помощью одеяла. Да. Если ей холодно, в лесу. Или холодно под одеялом. Или все время кажется, что ее морозит. Надо же контекст знать. Потому что может это женщине 15 лет, девочке. А может это больной человек, который никак согреться не может. Но мы же контекста не знаем. Друзья, вы когда вопросы пишите, истинно, в контексте, пишите более понятную, чтобы ответ дать понятный, развернуйте. Вот Марго Хасаю вопрос. Какие самые эффективные движения или упражнения могут в моменте помочь при начале панической атаки? Только те могут помочь. Физкультурные, например, сейчас скажу, или любые движения, которые вы хотите делать, которые совпадают в моменте с вами собственными, а не те, которые кому-то помогают. Никого не слушайте, которые говорят, что надо именно то делать или именно это делать. Надо делать именно то, что вам хочется сделать, что проще всего. И хочется, запомните, пожалуйста, критерии. Хочется продолжать. Если вы путём вспоминания разных упражнений, физкультурных движений или своих детских движений вспомните какое-то действие, начнёте его делать, даже в уме, но которое хочется продолжать, это ваше. Таким образом, подбором, путём перебора вы подбираете действия синхронно с вашими текущими состояниями в моменте и снимаете панику. А ещё когда панику снимаете, вот это я же сейчас рассказывал, и вот это, и уши разминайте, и вот это делайте. Паника от спазма сосудов мозга. А то, что мы говорили, с чего я начал говорить, Алан, о нервно-мышленных зажимах. Так вы когда это делаете, вы улучшаете кровообращение мозга и снимаете спазм. Когда вы снимаете спазм, паника проходит. Паника – это результат спазма. Кислород в клетки мозга не попадает, и у вас паника. А вы сделайте это всё, о чём мы сейчас рассказываем, и паник будет меньше. Ага. Так, отлично. Тогда следующий вопрос. Надеюсь, Марго вам понятно. Ну, вот тоже такой странный вопрос от Алёны Лизуновой. Как вылечить депрессию, если нет денег? Займитесь творчеством. Вот картины рисуйте. Для этого слишком много денег не надо, да? Самое лучшее лекарство от депрессии, по-моему, творчество. А ещё более бесплатно есть петь можно, понимаете? Пойте. Надо делать то, что вы хотите. Вы когда будете делать то, что вы хотите за закрытыми дверями, хотя бы 5 минут в день, вы заметите, что депрессия снижается, и тогда вы поймёте, как вам деньги зарабатывать. А пока вы в зависшем состоянии, это же проблема какая у мозга? Зависание. Человек думает, да что же делать, как будет, вот тупик, не знаю, как будет. Вы поделайте эти упражнения, вы потом сядете, голова освободится, зависание, и вы поймёте, что вам надо делать, как помочь себе. Похож я на инвалида, нет? Какой я инвалид? Один из самых счастливых, наверное, инвалидов в нашей стране. Да. Я стольким инвалидам помог подняться на ноги, в том прямом смысле слова, и в переносном, потому что многие инвалиды на самом деле, оказывается, если многие поверили, что есть ковид, они поверили, что они ходить не могут. Сами себе поверили, а потом оказалось, что они спокойно могут ходить. Это была СХ-реакция, то есть истероидная реакция. Много-много людей, которые очень внушаемые, сами себе накручивают. Поэтому Будда сказал, рождение страдания, жизнь страдания, смерть страдания, 35 лет или сколько, ты искал нирвану и нашёл её. Это как раз состояние безмятежности. Там снимаются страхи, штампы мышления, подражание авторитетам. Там снимается вот этот внутренний диалог, который мучает вас, допустим. И там открывается понимание, что же вам хочется на самом деле делать. Что же вам на самом деле хочется делать. Потому что мы живём во внушённом мире. Посмотрели в своё время фильм «Офицеры», все пошли в «Офицеры». Посмотрели в своё время фильм про космонавтов, все пошли в «Космонавтов». Посмотрели фильм про бухгалтеров или юристов, все пошли в «Юристы». Ну что же мы, марионетки, что ли. Поэтому есть истины вечные. Это любовь к ближнему, это сострадание, сопереживание. Это во всех религиях сказано. И это самое главное. Выходить на нулевое состояние, как я начал с помощью медитации. А наша медитация за закрытыми дверями делает, что хочешь, пять минут, как ребенок. Ребенок хочет дергаться, дергается. Хочет плакать, плачет, хочет ножкой топнуть, топнет. Это нет больше. Как говорится, учитесь у детей. Дети от самой природы делают все правильно. Их никто еще не учил, они уже делают правильно. Потому что за ними вся эволюция, развитие человека. Спасай, тут длинный вопрос от Зары. Вопрос. Давайте, наконец, расставим точки над И. До какой степени все-таки родители виноваты в комплексах и неудачах выросших детей? В юности мне казалось, что они виноваты абсолютно во всем, как хорошем, так и плохом. Мол, могли бы постараться и получше, побольше в меня вложить. В Зару. Но теперь, когда сама стала родителем, поняла, что дети не рождаются чистым листом, как иногда говорят. И там не напишешь все, что вздумается. Они рождаются уже личностями. Иногда твои попытки что-то вложить, хотя бы мысль, а тем более качество или черту характера, наталкиваются на такое мощное сопротивление, что недоумеваешь. Как так, значит, я не могу повлиять в этом моменте. Там уже есть предустановки, которые не вяжутся с моими видениями. Спасибо. Насколько справедливость и ее утверждение. Отличный вопрос. Да. Дело в том, что генетика же существует. Вот у человека, который родился, например... Две флешки уже есть. Икс, игры хромосомы, да, такие... Да. Уже вставили две флешки. Например, кто-то на дедушку похож, кто-то на тетю свою похож, кто-то еще на кого-то. Это же не значит, что прямо ребенок, прямо твое повторение. Он может носить в себе и черты дяди своего, или дедушке, или тете, или мамы там. Ну, в общем, по-разному бывает. Как-то там это сплетение. Конечно, никто чистым лесном не бывает. Конечно, чистое состояние более-менее – это состояние безмятежности, нулевое состояние. В этом состоянии и ребенок, и вы сами лучше понимаете, что вы хотите и как этого достичь. В этом состоянии вы можете помечтать о желаемых переменах в себе и в будущем, и они начинают у вас воспитываться. Вы сами возьмите, подберите себе действия синхронному текущему состоянию в моменте, выйдите на состояние безмятежности и задумайтесь, как вам жить, как вам помочь ребенку, что нужно сделать для этого. И вы заметите, вы вспомните, что у него есть какие-то характерные качества. Вы поймете, как к ним адаптироваться. Вы поймете, что он не виноват ни в чем. Потому что он продукт социальных отношений, всяких разговоров, ваших требований, генетики своей. Он продукт, что мальчишки во дворе говорили, сколько раз его колотили, или он кого колотили. Это же продукт. Вот это все разбросать, как освободиться капустному, этому капусте, и качан, чтобы освободился в чистом виде. И вы поймете, это делает нирваны, как я говорил, Будда придумал, осознал. И у нас это нулевое состояние, и во всем методам мира это по-разному называется, то релаксация, то еще как-то состояние и прочее десятое по состоянию. Поделайте с собой. Пять минут в день. Те действия, которые организм требует сделать, посидите, плакать хочется, плачьте, зевать хочется, зевайтесь, смеяться хочется, смеетесь, танцевать хочется, танцуйте. Я почему повторяю? Потому что с первого раза может человек сразу не понять, о чем я говорю. А еще хорошо бы измерять свое состояние несколько раз. Это десять, это шторм, это внутренний диалог, это трясет, это плохо, это больно, а это нуль, это безмятежность, это нирвана. Здесь, здесь отделение. Вот когда вам плохо, сразу представьте себе этот индикатор, где вы сейчас находитесь, здесь, здесь, или здесь, или здесь. Да, если вы заметите несколько раз, когда будете себя идентифицировать, что вы часто здесь находитесь, подбирайте себе действия, которые снимают это напряжение, несколько раз опять сделайте себе индикацию, а потом можете, знаете, как, вот, например, в самолете летите, затрясло самолет, все перепугались, коньяк так пьют, или еще таблетки какие-то, а вы индикатор вспомнили, и рычажок мысленно вниз подвинули, а поскольку в мозге все на обратных связях, у вас и напряжение снизилось, и заснули спокойно. Такое самовнушение получается, да, Саморегуляция. Саморегуляция. Удивительно. А можно, Алан, я расскажу один случай, это потрясающий случай, все должны знать. Да, конечно. Одна женщина, она боялась лететь в самолете, ей 10 часов надо было лететь, и она так тряслась, как она будет 10 часов лететь, ужас какой. И тут она смотрит, а за стенкой, там за стеклянной, два иудея, читает Тору и головой качает. И она засмотрелась и тоже так стала делать, а потом летела 10 часов, потом она ко мне пришла через некоторое время, говорит, слушай, я не могу понять, что со мной случилось, а что? Я говорю, 10 часов летела, как в раю. Я говорю, потому что ты прокачала свой будущий полет со страхами через повторяемое движение. Этот пример всем показывает, что если вам предстоит полет, или экзамен, или переговоры, или выступление, прокачайте это выступление будущее, которое вы боитесь. Вы заранее его представляете себе, да, все это волнение, все это, как бы, оно на вас нахлынет, и вы начинаете это все качать, да, или рукой там махать, что-то сделать. Да, да, и подбирайте действие повторяемое, которое вам хочется продолжать, вот и все. И это потом получается снимает этот стресс, этот зажим, да? И вы уже выходите на сцену или куда-то уже без зажима? Конечно. Я же спецтаз тренировал, я же знаю. А у них какие запросы бывают основные? Ну, на войну летит там человек. Я журналистов тренировал тоже, которые в горячей точке летают. Да. Вот как вы предлагали, например, в боевой обстановке снимать стресс? Вот как это вот? Еще раз скажи, я не решаю. Как вы их учили, например, в боевой обстановке снять стресс? Быстро. Вот он говорит, я неделю жил нормально, а мне сказали, что же послезавтра вылетать надо. Я, говорит, двое суток не сплю уже. Две ночи не сплю. Я говорю, делай хрюанс, делай шалтай-болтай, делай лыжника, эти упражнения, сихрогимнастики. Делай еще, а потом представь себе, вот что тебе лететь надо, да? Опять вспомнишь, что у тебя происходит. Он говорит, напряжение возникает и трясет. Трясись. Сильнее трясись. И он начал трястись, и потом еще раз, еще раз представь, что ты чувствуешь? Он говорит, трясет опять, еще раз потрясись. Так несколько раз представляет себе будущую ситуацию, наблюдает, что организм хочет выдать, выдает это, как сильнее. Потом сел и говорит, юбки-палки, плевать я на это хотел, да что я первый, что ли, да что я не летал, что ли, да я полетаю, я их там. Слушай, так это получается, смотри, то же самое, например, спортсмена перед ответственными соревнованиями, да, там какие-то вот, ну, неважно, какие соревнования, у человека вот этот колотун бывает. Мандраж, конечно. Мандраж. Девочка перед экзаменом, нервная дрожь, это то же самое же. То есть, когда у тебя дрожь, нужно потрястись? Конечно, дома, не там прямо. Я просто хочу понять, ты представляешь себе, вот ты, например, на соревнованиях, вот ты там должен выступать, и начинает этот нервоз. И тебе нужно этот нервоз как-то выплеснуть и думать про это, да, в этот момент. У него соревнования, допустим, завтра начнутся. Завтра, да. Завтра у вас финал, олимпийские игры по боксу, вот вы в финал вышли, и вас уже трясет там. Волнуйтесь. У меня было, я в Китай летал, я пару спорт обучал. Парень приходит и говорит, вот у меня через два часа гонки, а меня трясет. Пойти массаж что ли сделать или что сделать? Я говорю, если трясет, возьми стой и потрясись. Он потрясся, потрясся, потрясся. Потом сел и говорит, слушай, а что все так не делают? А я говорю, а что такое? А теперь, говорит, я готов пойти. Я говорю, потому что не знают просто. Организм же выдает реакцию. Надо просто наблюдать, что организм выдает тебе, когда ты думаешь о страшной предстоящей ситуации. То и сделай. Удивительно. А человек меня спрашивает, а как я там буду на самом этом соревновании вот это трястись? Да ты до того сделай, профилактически сделай. Ну, это надо несколько раз в уроки такие провести, чтобы все поняли. Вот подписывайтесь на канал Каса Алиева, он проводит там эти уроки. Много-много там обучающих видео, так что пользуйтесь, дорогие друзья, если хотите себя менять. Вот Зара вопрос вам задает. Какое универсальное действие или деятельность посоветуйте в ситуации, когда нужно срочно отвлечься от тяжелых мыслей? Депрессия, тяжелые ситуации. Что-то такое, что всегда уместно и в любом случае не навредит. Например, пойти поесть, попить коньяка, да? Или обнять кого-то, чтобы полегчало. Не всегда уместно или доступно. Что посоветуете? Поесть во время стресса точно не надо и попить тем более. Точно посоветую. Я знаю, что посоветовать таким людям, потому что, когда они слушают, они не слышат. Я уже пять раз рассказывал разные варианты, что надо сделать. А вот понимаете, как внимательно слушают, да? А потому что человек занят, потому что человек никогда не слышит в момент, когда он что-то слушает. Ему надо немножко успокоиться, адаптироваться, заново пересмотреть запись и вдруг услышать. Я уже рассказывал несколько случаев, похожих примеров, и вы услышите, да. Да. Внимательно переслушайте еще раз эфир, потом после записи. Станислав спрашивает, фасай, уважаемый, как мне почувствовать, что моя теща и жена питаются энергией наших малышей? Когда я уезжаю на работу, они их положат спать с собой. На мою просьбу этого не делать, у них шесть раз встает дыбом. Меня это сильно напрягает. Как предотвратить это, если то, о чем это я говорю? Я не понимаю, о чем идет речь, конечно. Но я понимаю, что там конфликт с семьей, это точно. Слушай, жалко, вот Zoom сейчас там не выходят. Я бы просто пригласил, как мы делаем это на бесплатных ликбезах или вебинарах. Вот у нас через 2-3 дня будет вебинар, пусть сюда выходит. Присоединяйте через 2-3 дня к Асай Алиеву на его вебинар, там можно будет выйти в эфир и спасти. Это же заинтриговать надо. У нас такое рекламное сегодня. Конечно, надо, чтобы он задал вопросы. Я бы задал ему уточняющие вопросы, чтобы понял, что он имеет в виду. Что значит питается тёщей, тёща питается энергией. Тёща и жена питаются энергией их детей. Пока он на работе, пока он на работе мужчина. Что означает слово энергии в данном случае? Что она их есть, что ли? Или это метафора философская? Питаются энергией. Что имеется в виду? Что она не может их, пока не замучить, успокоиться? Или что это имеется в виду? Надо же конкретизировать. Пишите понятнее, пожалуйста. А то я могу дать ответ, и Алан может дать ответ. Но когда мы получаем вопрос без контекста, мы не понимаем, о чём речь идёт. Друзья, давайте учиться понятнее, понимая, что мы не телепаты и не шарлатаны, а серьёзные люди. Мы хотим вам помочь, поэтому нам чем понятнее вопрос, тем развернутый будет точнее ответ. Вот Хелен вам задаёт вопрос. Кажется, что настоящий мир, современный, сходит с ума. Чем можно объяснить мировую психопатию в настоящее время? Как уберечь себя от этой массовой психопатии и её влияния? Какие возможные пути мирового выздоровления вы видите? Очень хороший вопрос. Я сразу отвечу. Каждый раз, когда человечество переходит на новый этап потребления энергии, вот, например, механическая энергия. Раньше ездили на конях, на каретах, потом пошли автомобили, поезда. Вот переход на новую форму потребления энергии создаёт неопределённость. Сколько журналистов в газете тогда писали, как вреден этот поезд, потому что она на коне ехала в карете, поезд проходил мимо, сигнал дал, и карета перевернулась, и он чуть ногу себе придавил. В журналах пишут, да? Потому что неопределённость. Когда человек переходит на новую стадию потребления энергии, возникает новая ситуация, но в этой неопределённости люди теряются. Сейчас происходит переход на цифровизацию. И в этот момент все тоже растерялись, и поэтому появляются какие-то там манипуляторы, которые нами начинают руководить, как жить, как пить, как спать, колоться, не колоться. Всё это чушь нам несут, а мы там подчиняемся, ходим, потому что мы всё растерялись, потому что в школе нас не учили работать с неопределённостью. нас учили шаблонами мышления с помощью принципа обучения повторения. Повторение – мать-учение. Повторение – мать-учение – это заучивание, а не понимание. Поэтому говорят, если ты что-то не понял, выучи. А если ты понял, тебе ничего не надо заучивать, ты всегда это понимаешь. нас учили не понимать, а принимать и фиксировать. Это шаблонизация. Поэтому люди на всей планете, как только стали переходить на цифровизацию, все растерялись, потому что все институты, все колледжи, все школы построили на старом принципе повторение – мать-учение. Все шаблонизированы. У всех стереотипы в голове. Никто сам своей головой не думает. Все к кому-то ходят, один к священнику, другой к кому-то к проповеднику, третий к психологу. Да вы представьте, не можете. 30 лет назад, когда я сказал, что мне же 73 года уже, когда я сказал, скоро будет время, когда не будет ни одной семьи, в которой хотя бы дальний родственник не психолог, все психологи, да вы что, такого быть не можете. Да, конечно, все стали психологами, один другого учит, сам не понимает, чему. Я утрирую немножко, но я такой вот, чтобы понятнее было, метафоры еще. Я вам предлагаю думать своей головой, не повторять за кем-то что-то, потому что очень много людей на самом деле трезвого ума, с хорошим разумом, они прекрасные люди. Нормальным людям надо соединяться, встречаться, как вот мы сейчас с Аланом встречаемся, с вами встречаемся, потому что ненормальные выплывают наверх, им же легче выплыть, понимаете, потому что нормальный человек пытается управлять собой, а ненормальный, поскольку он не понимает, как это делать, пытается управлять другими. Это вы хорошо сказали. Мы ни на кого не намекаем, друзья мои. Да. Ни на кого. Да, да, да. Евгений вам вопрос задает. Хасай, здравствуйте. Как быть, если в семье, кроме меня, никому не интересны темы саморазвития и здорового образа жизни? Сам я работаю по 14 часов в сутки и на борьбу с ними, то есть с родственниками, не остается ни сил, ни времени. Одному без тыла не представляю, как кардинально все поменять. Вот как вот, да, в семьях нет этого взаимопонимания в данных вопросах. Одни хотят как раньше, а другие хотят по-новому. Алан, а мы же с собой этим и занимаемся, чтобы помогать людям, чтобы еще людей поняли, как надо и что. Если бы мы не помогали, вот мы этим и занимаемся. Хороший вопрос был, да. Мы этим и занимаемся, чтобы все-таки как-то, ну, самосовершенствование, хотя нам всю жизнь говорили, познай себя, это с древних пор, это где-то даже написано, познай себя. На самом деле, никто вот этим не занимается. Познай себя. Потому что это вопрос такой, настолько простой, за закрытыми дверями, делаешь, у тебя хочется, пять минут в день, и пить будешь меньше. Декарств тебе надо будет меньше, здоровья будешь, и вспомнишь свои творческие качества, начнешь развиваться. Решение простое, поэтому оно и в голову не приходило. Потому что нам все время внушает, что очень трудно чего-то достичь, надо трудиться, регулярно работать, из нас рабов делают. Очень легко достичь, если головой своей думаешь. А если почему ты мечтаешь, о чем ты думаешь, начинай немножко постепенно раскрывать свой потенциал. Согласен, абсолютно. Хасай Магомедович, здравствуйте, Марина пишет. Поклон и благодарность за вашу жизнь и помощь миру. У вас есть опыт осознанных сновидений? Это у меня есть опыт. У Хаса, не знаю, Магомедович, как будет с этими осознанными сновидениями? Алан Рочи здесь расскажет, расскажи. Нет, это не знаю, это такой режим работы сознания, когда человек во сне понимает, что он спит, знаете, когда от этого включается. Такая интересная штука. Это очень важный момент. Вот эта нирвана, о которой мы говорим, вот это состояние безмятежности, на самом деле оно возникает и в переходе из бодрствования в сон, и сна в бодрствование. И когда во сне происходит переключение от метаболического обмена веществ, вот этот сон биологический, к сновидениям, там тоже каждый раз этот ноль стоит. Ну, очень маленько во времени, микросекундами. Вот, например, когда вы засыпаете, хотите вы или не хотите, обращали вы на это внимание или нет, вы невольно снимаете лишнее напряжение. Например, у вас моргают веки. Вот вы, когда начинаете засыпать, веки моргают, а глаза заходят вверх и расходятся в разные стороны. Это переход из обычного состояния в сон, из обычного состояния в транс, потому что повторяемые движения снимают лишнее напряжение. То есть, чтобы освободить момент до переключения, как в машине, нейтральное положение в коробке передач. У нас в мозге тоже есть. Вот это ноль, нирвана, это нейтральное положение в мозге. Она бывает задержанная по времени, это будет нирвана. А быстрое ноль, это будет секунды. Вот подожжал веками, повторяемое движение сделал, и раз – и заснул. Вот это интересно. Поэтому, если вы какой-то задачей, обуреваемой, какой-то волнительной для вас темой, и в это время засыпаете, у вас произойдут озарения по заказу. Вот эти вот осознанные сновидения. Если вы, засыпая, будете думать о волнующей вас проблеме, то у вас время от времени происходит обновление, это фильтр, когда откидываются все страхи, стереотипы мышления, подражания авторитетам, и вы выходите, потом просыпаетесь, возьмите блокнотик или на диктофон, сразу мысли свои запишите. Потому что буквально через пять минут, когда вы начнете уже быть в обычном состоянии, они как листья распадутся, как пазлы. Вы забудете, о чем вы думали. Поэтому возьмитесь, научите диктофон включать. Диктофон записываю все с утра. Не открывая глаза, друзья мои. Глаза открывайте, все забывайте. Не открывайте глаза, записывайте сразу диктофон. Да, вы заметите, сколько у вас прекрасных мыслей. Да, да. Вы так научитесь и книжки писать, и рисовать, что вы хотите научитесь делать. Это очень важный момент, да. Доброго здравия, Хасай. Как восродить веру, любовь и чистоту сердца, если ты жил осознанно, но не смог выдержать нагрузки реальности, как я понимаю. Как поверить в нужность всего? Ну, человек, наверное, потерял смысл жизни, знаете, в тупике в каком-то, по всей видимости. Ну, да, нужно сделать то, о чем мы вот сейчас выпущем. Используйте рекомендации, данные выше. Пожалуйста, еще раз пересмотрите, и у вас возникнет, вы услышите, о чем мы говорим. Вот опять, наверное, неправильно. Ну, хорошо. Жанна спрашивает. Хасай, здравия вам. Как отрицательные эмоции сублимировать в положительные? Об этом в начале эфира сегодняшнего было. Ведь подавление эмоций без их выражения через деятельность может привести к тому, что мы перестанем слушать свои внутренние ощущения, потеряем связь с собой. Сублимация – это спасение или ловушка? Правильный вопрос очень хорошо, поэтому мой ответ один. И у кого сейчас еще вопросы есть, этот ответ один. Закрывайте дверь на пять минут и делайте там, что хотите. Хотите, говорите, хотите, пойте, хотите, смейтесь, хотите, зевайте, хотите, плачьте, хотите, тряситесь. Побудьте, как дети. Делайте, что вам из них подсказывают. Вспоминайте всякие физические упражнения и выбирайте те, которые вам хочется повторять, хочется продолжать. Да, и через это пять минут потом вы сядете, пустите мысли на самотек, задумаетесь и поймете. Господи, о каких же мы интересных вещах с Аланом говорили, и только сейчас до нас дошло. Это вот Нелли Валентиновна, это камень уже в мой огород. Как не раздражаться на все звуки, издаваемые ртом? Чавканье, причмокивание и так далее. На мою дикцию, наверное. С раннего детства выводят из себя данные звуки. А сейчас даже не могу слушать любимых блогеров, которые пьют воду во время эфира. Вот я так люблю воду пить во время эфира часто. Чай-то. Правильно, займитесь любимым делом. И вам будет пофигу, кто наступил на вашу ногу в трамвае. Займитесь любимым делом. Еще раз повторяю. Когда вы будете заниматься любимым делом, вы захотите жить, и вам будет пофигу, кто там чавкает. Да кто не там, пусть чавкает. Они же не могут повеситься из-за вас. Займитесь любимым делом. И пять минут в день побудьте за закрытыми дверями и поколотите их там по воздуху. В воздухе их поколотите как следует. Бой с тенем у боксеров это называется. Этих чавканей, этих-этих, которые арбузы не так едят, которые кисель не так едят, которые вам просто достали уже за закрытыми дверями. Как в Японии куклу начальника колотят, а потом умиротворенные приходят, и начальник улыбается с чистым сердцем. Поколотите их там, потрясите их там за шкирку, поделайте все, что вы хотите с ними сделать за закрытыми дверями. А в жизнь вы выходите обновленные. И слушайте не то, как люди пьют воду со стакана, а те мысли, которые они выражают вслух. Вот у меня еще стул скрипит, знаете, я вот не знаю, что с ним делать, тоже некоторых раздражает. Я не слышал, потом мне говорят, вот у тебя, говорят, кресло скрипит. Я говорю, ну... Все, что они поняли с эфира, услышали, что кресло скрипит. Вот, Яна вопрос задает, фасаю. Да, с их состоянием, да. Зачем концентрация внимания, представляете? Еще, еще, да. Вопрос от Яны. Вопрос. Проснулась потребность рисовать в период модной болезни вот этой всей. Когда рисую, впадаю в интересное состояние, будто я не тут. Это отключение внутреннего диалога или я реально куда-то улетаю? Поток ходит, да. Вот обычно художник говорит, я вот так вхожу в этот, что моей рукой водит Бог. Правильно, правильно, правильно говорит, да. А другие уходят в деятельность, поток ходит, да. Молодец. То есть, да, поддерживаем. Вот фасай такие картины как раз и рисует в этом состоянии потока. Да, у меня друг был Рахман Шихалеев. Он ходил, когда рисовал картины, Мугаму пел. Я говорю, Рахман, что ты поешь Мугаму? Он говорит, мне помогает рисовать. Почему помогает? А я, говорит, тогда на себе не зацикливаюсь. Я не думаю, правильно рисую, неправильно рисую. Мне тогда открывается, как рисовать. А Мугаму, что такое Мугаму? Это песня такая в Азербайджане поет Мугам. Он из Баку был парень. Он один из лучших цветников был в Москве. Я сейчас покажу его картины. Сейчас, секундочку. Прекрасный задал вопрос, который совпал. Вот его картина Рахман Шихалеев. Сейчас покажу, какие он цветные картины рисовал. Сейчас. Очень хороший цветник был. Красиво, да. Ой, такой свет. Я же у него посмотрел, насмотрелся этих картин. Я говорю, разве так можно рисовать? Он говорит, конечно, рисуй как хочешь. Нас же так не учили. Он так рисовал, как ему хотелось. Молодец, красиво. Состояние передавал, да? Да, да, цветник. Он говорит, найди, кто полюбит твое творчество. Он ездил в Германию, там был очень богатый человек. Он там рисовал, там оставлял картины, возвращался в Москву на новом Мерседесе. Он говорит, найди, кто полюбит твое творчество, будет задорого покупать, говорит, это у тебя, говорит, все будет. Я понял. Елена спрашивает вас, как людям с Паркинсоном чуть приостановить процесс? То же самое, у меня очень много больных, самых разных, и с Паркинсоном тоже. То же самое, делайте идиомоторные приемы из метода ключа, и делайте те движения, которые хочется. Почему болезнь Паркинсона человек рукой трясет? Потому что повторяемые движения снимают напряжение. А если он еще добавит другие повторяемые движения, у него меньше будет рука трястись. Ну, это же способ для восстановления при любых болезнях, даже при тяжелой органике. Если вы снимаете внутреннюю несогласованность, внутрисистемную, создаете из хаоса порядок, то болезни уменьшаются. Конечно. Мы здесь не клиника, мы сейчас не лечением занимаемся, просто мы говорим, если вы стресс будете превращать в творчество, то и Паркинсон уменьшается. Вопрос. Мария спрашивает. Добрый вечер. Стараюсь развиваться последние пару лет. Как результат разбежались практически все знакомые. Это нормальный этап, не переживайте. Я понимаю, что теперь разные интересы, но единомышленников не появилось. Как быть? Ну, как быть? А вы что хотите сами-то конкретно? По сути, по сути жизни, что вы хотите? Тех единомышленников, которые были тогда, или тех, которые вы хотите, чтобы были, которые у вас сегодня, чтобы вас понимали? Может, хочет новых друзей? Ну, был пьяница у меня, приятель, Коля. После того, как он перестал бухать, у него тоже друзья пропали. Потому что они все бухарики были. Ну, это зависит от того, что вы сами-то хотите. Если вы хотите, чтобы они к вам вернулись, вам опять надо стать такой, как вы были раньше. Если вы хотите найти новых, покажите себя, новое себя, и к вам подключатся новые люди, которые вам, вы такая нравитесь, как сегодня. Прекрасный совет про Колю. Теперь я тоже буду примеры приводить. Горина Юлия спрашивает вопросу. Моей снохи аурная мигрень. Голова болит настолько сильно, что начинается рвота. Сейчас она беременна, и очень не хотелось бы, чтобы эти состояния сказались на ребенке. Уважаемый Касай, подскажите, как можно сделать в этом случае? Я как врач скажу, дело в том, что мигрень это генетическое заболевание. Это все бы я уточнил. Вышла бы эта женщина ко мне. Лан, давай в следующий раз соберем, если у тебя будет время как зумом пользоваться, когда там много людей, понимаете? Когда еще 2-3, я примерно понимаю. Когда, помните, прошлый раз было много, и все одновременно говорили, и начинался какой-то бардак. Нет, там включаются те, которые хотят, они руку поднимают, и там есть зум. Да, вот мне это освоить. Хочешь, я помогу технически. То есть мы в зум выйдем, начнем, и там зум всем сбросим, они войдут, и мы там увидим, кто руку поднимает, мы дадим ему слово, вот и все. А кому не захотим, не дадим. Потому что у нас что? У нас диктатура у нас, понимаете? Диктатура здравого смысла. Потому что тема у нас тоже есть, потому что если мы вышли по какой-то теме обсуждать, и вдруг там задает вопрос, мы все поняли, только один вопрос у меня остался, как мне один на лекции сказал. Я говорю, что осталось? Он говорит, я вот не понял, а почему колесо круглое? Я говорю, диктатура, чертую мать, это шучу. На самом деле он думал о каком-то другом совсем вопросе, но в тему ты что-то пришел в эту. Мы же хотели поговорить о родителях, о детях, чтобы дети были счастливыми. Попутно задели другие темы. Давайте мы в следующий раз вопросы приготовьте, вот эти серьезные вопросы про мигрень, про мигрень, наследственные заболевания и вполне возможно, что ребенку передастся, правильно я понимаю? Не-не-не, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, надо уточнить, это у нее наследственное или она так называет это мигрень? Она же может быть не врач просто так называет, а на самом деле может не вредить, извините, сейчас секунду. Алло? Алло? Да, приветствую, говори быстрее, я тут занятый, немножко, говори быстрее. Да, я в ящик не приеду, но я не помню. Все, когда ты будешь быстрее говорить? Нет, я не помню. Все, обнимаю, свяжемся в WhatsApp, давай. Да, очень хорошо. Так, я к тому, что мы там могли задать конкретные вопросы, чтобы дать развернутый ответ, потому что мы же не шарлатаны, чтобы давать советы больному человеку, который там страдает, вот так не разобравшись в деле, но так же нельзя, поэтому мы должны задать дополнительные вопросы, уточнить, как на самом деле, что происходит и так далее, тогда дать развернуть ответ. В общем, ждите нашего следующего эфира, может быть, через недельку, да? Давай. Так, Хасай, здравствуйте, работает ли ваше упражнение для человека после инсульта с порезом правой стороны 73 года? Благодарю мне, ваша методика очень подходит. Работает, конечно, я сам два инсульта пережил, кроме того, что я оперировался, когда я на голове разбился. Два инсульта я прошел, конечно, я знаю, что это такое. Пожалуйста, будем. Давайте в следующий раз приходите в зум, да? Да. Анна спрашивает, доброго времени суток, скажите, как вы относитесь к называемому сейчас пропагандируемому эмоциональному интеллекту? Во благо он или во вред? Это все равно, что спросить, как вы относитесь, земля круглая, это во благо или во вред? Ну, такой вопрос, что такое эмоциональный интеллект? У нас много разных интеллектов, логические интеллекты, эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект имеется в виду, что когда вы на что-то реагируете, вы эмоционально реагируете, поэтому здравого смысла может быть и не быть в этом в вашем реагировании. А я вам предлагаю на ноль выходить, когда вы освобождаетесь от всех эмоций, а находитесь без мятежности, и там лучше понимаете, там разум открывается. Так можно ответить, можно по-другому ответить. Поэтому я хочу у вас уточнить, что вы под своим вопросом подразумеваете. Напишите еще раз, понятнее, напишите, пожалуйста. Ну, просто эмоциональный интеллект, вот актеры, они же все же это используют, то есть они управляют своими чувствами, то есть не чувство управляет вами, а вы управляете своими чувствами. Соответственно, они могут дать любую эмоцию в зал, там радость, печаль, разрыдаться могут, да, как наша с тобой общая подруга, да. Надо уточнить, что она имеет в виду, это тоже. Это есть эмоциональный интеллект, когда вы осознанно управляете своими чувствами, не чувство вас кидают из стороны в сторону, а вы ими управляете, понимаете, это вот осознанное управление эмоциями. Вот Людмила Артемьева, она вот мастер спорта по данным вопросам, по эмоциональному интеллекту, любую эмоцию вам выдаст. Я очень тебе благодарен, что ты нас познакомил, да. Она выдающаяся, она, конечно, молодец такая. Мы вместе с ней рисовали. А я видел это, видя тоже выкладывал. Я сейчас покажу, кто не видел, да. Она очень-очень, да, конечно. Ну, вот такие люди, такие талантливые, добрые, бесконечно добрые. Вот я считаю, что вот говорят, красота спасет мир, более понятно, доброта спасет мир. Отзывчивость, сострадательность, сопереживательность, это вечные ценности, благодаря которым и мы живы с вами. Да. Давайте на этом будем завершать полтора часа мы в эфире. Постарались сегодня дать максимально сжато полезную информацию. Друзья, практика – единственный критерий истины, как говорил товарищ Карл Маркс. Поэтому практикуйте, то, что Хасай советует. И тогда у вас все получится. А если просто посмотреть ролики и слушать то, как мы чавкаем или кресло скрипит, то вряд ли какую-то вы пользу извлечете из данного времяпрепровождения. Да, и не забудьте, пожалуйста, мы не клиника, но мы дадим советы, чтобы вы могли управлять своим состоянием через использование самого стресса для своих лучших целей и мечтаний. Чтобы вы быстрее исполняли свои мечты и были здоровы и счастливы, и ваши дети, чтобы были здоровыми. Ура! Подписывайтесь на страницы Хасайес, ссылка будет в описании под видео, на YouTube и на Telegram канал. Вот у него будет вебинар, через три дня присоединяйтесь, если он вас напрямую выведет в прямой эфир, вы точно так же получите персональные консультации, да? Алан, спасибо тебе, сердечное, мы с тобой друзья, я твоих друзей уважаю, и всем спасибо вам большое, сердечное, до встречи. Мы человеки, и поэтому мы должны жить по-человечески, и мы все преодолеем тогда. До встречи. Ура! Ура!